Вот по поводу травли, да, вот как вы считаете, они же сами виноваты, что сейчас вот идет такая массовая травля в отношении их? Ну сейчас, на протяжении вот этих там полутора лет, да, мы сейчас говорим, да, ну с того времени, с апреля месяца 12-го года. Я отвечу, я отвечу, простой вопрос. А спровоцировали ли они эту травлю? Да. Виновны ли они в том, в чем их обвиняют? Нет. Есть большая разница. Их можно травить за то, что они повели себя глупо, за то, что они там, я не знаю, на вашем юном речи вылетят как-то не так, но их травят за то преступление, которого они не совершали. И травят их страшно, переходя на личности. Это недопустимо. Смотрите, вот я не могу утверждать, что да, они действительно совершили такое преступление, но также и вы не можете утверждать, что они этого не совершали. Потому что, опять же, мы не видим ответ следствия. То есть, дело еще не завершено. Поэтому, опять же, да, имея предполагать, что они что-то там сделали, я думаю, что да, но утверждать, опять же, нет. Я против травли, да, но выстраивать версии я имею полное право как гражданин Российской Федерации. И вот смотрите, вообще, я сюда пришел с целью, чтобы разобраться по поводу блок-сферы в теме Владислава Бахова. Ведь на федеральном канале было много, что сказано в нашу сторону и в отношении меня, да, особенно Ксении Бахрамовой, что я чуть ли не перелазил через забор. И, типа, я занимаюсь преследованием этих ребят и так далее, да. Опять же, никто преследованием этих ребят именно со стороны вот моей и со стороны Кости не занимается. То есть, я приезжал туда для чего? Чтобы просто разобраться, узнать истину. Я не приезжал туда, как многие сейчас там пишут, там, избить ребят, да, еще там с ними что-то сделать, не дай бог, конечно же, да. Я приезжал, чтобы просто поговорить. И до того, как туда приехать, я поговорил с некоторыми ребятами, и они дали добро. Они сказали, да, приезжай, и все у меня зафиксировано. То есть, все доказательства есть на моем канале. То есть, смотрите, Жумаев говорил о всех. Также и Стас Абетов. Бахрамов говорил в переписке с другим человеком, мне скидывали, что да, он готов со мной встретиться. То есть, и, соответственно, да, именно к Жумаеву, именно к Бахрамову я и приходил. И для меня было удивление, что люди дали слово, что со мной встретятся, и не встретились. Конечно, да, я поэтому продолжил подозревать их в том, что они что-то сделали с Владом Бахом, что они что-то скрывают. Потому что нормальный человек бы, если бы он ничего не скрывал, он бы вышел, и просто вот мы бы поговорили. Я не говорю им, типа, ребят, давайте мне рассказывайте тайну следствия. Нет, просто в глаза посмотрите, да, хотя бы немного расскажите про Влада, какой он, кем он был, кем он хотел стать и так далее. То есть, для меня это было бы достаточно... Человеческо. Да, просто, да, по-человечески поговорить и все. А тайну следствия мне не нужно говорить. Я хочу сказать по поводу отчима. Я увидел очень хорошего человека, который действительно переживает за своего сына. Ведь очень много в этом деле он сделал работы. Он действительно не спал ночами, да, он и смотрел страницы, да, он хотел именно найти истину. То есть, ему не важно там кого-то обвинить, да, он не хочет кому-то мстить, он хочет узнать, что на самом деле произошло с его сыном. Он мне сам так лично говорил. И первое, что мы сделаем, мы напишем главному редактору из серии «Господа». Как бы вот такое вот это сомнительное травля. Вы уже, при всем уважении к журналистике, к этике, вот эти печатные СМИ, вы уже прошли. Смотрите, может это будет некрасиво звучать с моей стороны, но если СК в конечном счете скажет, что да, там произошло убийство, что кто-то из этих 12 убил его, то вот то, что написали там про кого-то элитные твари, я тогда это буду уже после ответа СК это полностью поддерживать. Действительно ли вы неоднократно утверждали оба в роликах из своих ютуб-каналов, будто бы Владиславу Пахову убили? Какие у вас реальные аргументы? Ну давайте я первый, да? Пошли, потом. Смотрите, да, ни в одном моем ролике не было утверждения того, что они убили, но я рассмотрел это как версию, и я до сих пор придерживаюсь этой версии, да, и она имеет место быть, потому что для меня правда странно, да, что все снимали, все развлекались, и только одно видео мы видим, только одно видео, и больше ничего нету. И вот когда я приехал туда, когда ребята не вышли со мной на связь, я был реально убежден вот этой версии, что действительно, может они с ним все-таки что-то сделали. И, ну, я правда ходил по этому Демидовскому лесу, и, ну, я просто не понимаю, как Влад, находясь в таком состоянии, в котором мы помним его на том видеоролике, смог пройти там, получается, даже больше двух, да, километров? Ну, да, там просто все... А там же, смотрите, там обходными путями... Там смотря как... Там все показывают вот эту вот линию прямую. Ну, не шел по-любому прямому. А по-любому, да, и ночью хочу заметить. Ну, смотрите, а не кажется ли вам подозрительным, что столько времени не могли найти предполагаемые, я специально подчеркиваю, предполагаемые останки Влада, и бац, когда родители уже приходят к Бастритину, главе Следственного комитета сразу же находят уже предполагаемые останки Владислава Бахова. Да, а вас не удивляет, например, что всего 13 выездов было на поезде? 13. Ну, это было с Альваром официально, а сколько было без Альвара? А сколько было без Альвара? Ну, как раз-таки поисковики же и нашли, они же профессионалы, они знают, они же не показывают. А вот нашли поисковики тела, ну, уже кости, да, которые могут им вернуть Бахову, дойдя до этого места за час, вот что у нас шел. Так это реально дойти до туда за час. Реально, да, и как будто они знали, где находятся останки. Смотрите, нет, это не так, нам объясняли, я проводила свое именно расследование, я думала, как это могло произойти, а потом поняла, опять же вернемся к тому, что я рассказывала про траншеи и воду. Смотрите, в основном на поиски приходят волонтеры, это обычные люди, они не за деньги туда приходят, и когда человек доходит до болота, где по колено воды там были, он охотит его. Я же видела вот эти, как это называется, рисунок, где ходят чертицы, треки, вот, вы же обсуждали в своих видеороликах треки, вот, и там треки, что они местонахождение останков, они его огибали, потому что там начиналось это болото. Затопленная была, да. Потом в какой-то период, вот тот самый кусочек, который все там избегали, говорят, куда-то тут мы ездим, по колено воды. Там даже больше по колено воды. Ну, и, извините, глубокая шея. Но, прямо глубокая, нет, вот там, 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 там. Там, 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 там. Даже видео есть, там, берешь, грубо говоря, обычные палки. Ну, прямо смотрите, получается, череда случайных совпадений. То есть, получается, уровень воды у нас меняется, да, он становится ниже, да, и, прямо, люди за час находят остатки плага, когда родители от вас треха. Но я честно скажу, я не верю в такую череду случайных совпадений. Ну, я тебе объясню. Это вроде женщины, да, у них есть дети, да, они вроде реально переживают за Влада, но им самим не стыдно, да, ну, опять же, это под вопросом, да, просто вот я понять не могу, им реально нравится то, что они вот придумывают такие истории, что там Влада насилуют бутылкой, ну, это просто мажор, да, это издевательство над самим Владом идёт, да, то есть они продолжают, у них же наверняка тоже есть дети, то есть вот я, честно говоря, вот этого никогда не пойму, но стыдно должно быть таким людям, и я верю, на самом деле, что свидетели реально есть, которые видели удалённые видеоболики. Михаил, почему вы именно приезжали, пытались проникнуть домой конкретно в Бахрамову, провоцировали драку, называли Кирилла Труксом, вызывали публично подраться, как бойцы, есть свидетельские показания, вас нами ли досаждать конкретно в Бахрамову, если да, то кто нами? Михаил, смотрите, мне вот за такую деятельность, ну, ни копейки не платят, да, то есть я как зарабатываю, скажу честно, да, потому что многие интересуются, весь мой контент монетизируется, но, опять же, да, я не зарабатываю ни с донатов, ни с спонсорские подписки, я даже скрины потом приложу к этому видеоролику, ну, или могу вам просто открыть мой счёт на донате. Михаил, тогда объяснить, что такое донат? Михаил, донат это, ну, грубо говоря, как пожертвование, да, то есть, к примеру, человек видит, да, вот блогер, да, и он ему нравится, да, и он решает его поддержать, да, его так, канал, скажем так, и в основном блогерам донатят тогда, когда человек проводит прямой эфир, я вообще не провожу прямые эфиры. Субтитры сделал DimaTorzok